Ну что, мужики, всем здарова! Александр Дмитрий находится на канале Ради Голды. Очередной новый видеоролик. Очередной новый день. Сегодня 25 июня. Не знаю, видно, не видно. Скорее всего, видно. 8.35 у нас на часах. Уже сижу, соответственно, вон возле машины. На бордюре я ожидаю брата. Пока брат выйдет. Поедем на заявочку. Взяли вчера заявочку. Сейчас покажу. Сейчас нахожу ее. Тра-ля-ля. Вот она. Вот она у нас заявочка. Короче, что у нас? К 10 часам необходима машина и два грузчика. Загрузка на Большой Маринской, дом 9, строение 1. И выгрузка на Краснодарную улицу, дом 18, строение 1. Груз будет в 50 коробок с картриджами примерно по 20 кг каждая. То есть 50 коробок приблизительно по 20 кг. Ну и все. Вот такой вот будет груз. Где-то примерно уложимся в часа полтора-два, наверное. По сумме, вот, сами можете видеть тоже. 7000 минималка. Машина 3400 плюс 3600 грузчики. Если больше, то плюс 1750 каждый час. Короче, вот так вот на 4 часа минималка 7000 рублей. За это мы по-любому управимся. То есть больше у нас не будет, больше не выйдет. Ну и как-то так, поедем сейчас. Подавать машину, взяли с запасом. Примерно где-то выедем специально за час, чтобы выехать за час, чтобы не опаздывать. Ну и вот, соответственно, я уже пришел чуть-чуть пораньше сегодня. В 8.36 на часах договорились к 9 встретиться. Пришел чуть-чуть пораньше, сижу, жду. Говорю, как бы балдею, да, ничего не делаю. Все, мужики, сейчас поедем. В процессе будем снимать, будем показывать, рассказывать. Больше на сегодня ничего нет. Поэтому дальше будет Яндекс. Ну и в процессе дня посмотрим, может быть, еще что-то получится вырвать. Будет видно, парни. Желаю вам всем приятного просмотра и начинаем. Все, мужики, как я и сказал, едем на Большую Маринскую, на улицу Большая Маринская. Подавать машину 17 километров 48 минут. Короче, 50 минут. Даже пускай час. Позвонили, нас ожидают, поэтому все нормально, все четко. А вот, ребят, есть такая ситуация интересная, получается. Писал нам вчера в личное сообщение наш товарищ, зритель, как правильно сказать, коллега по цеху, то есть тоже он работает в Яндексе на гвозове L и XL. У него, получается, газель 4-метровая, газель Next. Оклеенная. Ну и в общем... Мужики, не только в Яндексе работает, он тоже это... И в АТИшке где-то ищет. Ну, короче, пока нет ничего, но выходит в Яндекс. Ну, Дима, вот вам расскажет. В общем-то, в чем суть? Суть в том, что вчера выполняли они заказ. Он работал с племянником, со своим, которому нет 18 лет, получается. Ну, с двумя грузчиками, естественно. С двумя грузчиками заказ. Вроде он был зеленый, как я понял. Ну и, короче говоря, приехали они на погрузку. Там, получается, не припарковаться было. Машину туда-сюда приходилось гонять, поскольку она мешала выезжать из паркинга людям. Ну и, соответственно, заезжать тоже. Короче, очень долгое время ожидания получилось. Ему звонили со второго адреса в это время. Мол, а что так долго? Ай, давайте быстрее. А мне время-то платное. Идет. А то, а сё. Приехав на второй адрес, там была такая же ситуация. Тоже не подъехать. Тоже, типа, лифт грузовой попробуй ещё поймай, попробуй его ещё слови. Потому что, ну, как я понял, там новостроечка была. И, соответственно, этажей много, людей много. Мы с этим сталкивались. Мы знаем, каково это и вообще. Да, мужики, вот от себя пока, знаете, чё? Я, Дима, может, забуду, не забуду искать. А вещей, мужики, было много. Практически там целая газель. Ты же и диваны, блядь, и стеллажишка. И там и мелочи много. Ну, то есть, такой переезд нормальный, который, ну, за 10 минут, то есть, и сделаешь. Прям надо, наверное, час погрузить, блядь, час выгрузить. Ну, вы поняли. И ожидание. Ну, вон, Дима, дальше. Короче, чё, в конце концов, ну, да, как я уже сказал, на втором адресе была такая же история. В конце концов, ну, этот клиент ему всё названивал, вызванивал. Клиенты были не совсем русские, вроде армяни, армяни. Но, в принципе-то, это не имеет никакого значения, потому что, как мы с братом знаем, есть и среди русских, есть и среди белорусов, и среди, блядь, любых, нахуй. Ничего, я же говорю, не подумайте, что вот, блядь. Поэтому вот так вот. Ну, короче говоря, чё, парни? Они, блядь, пожаловались. Перевозка эта вышла на 7 тысяч, но это, представьте, целую машину, блядь, перевезти туда-сюда, два грузчика и так далее, на 7 тысяч рублей. Общая сумма, грязная, даже нечистая. Ну, минус комиссия там, понятно. В итоге эти ублюдки, блядь, звонили, видно, в поддержку, писали в поддержку, пожаловались, сказали, что грузчиков не было, блядь, пожаловались на то, что что-то грузчик не такой, там, количество грузчиков не таких, короче, всё, что можно, пожаловались. Я даже думаю, пацаны, если бы была кнопка там, знаете, вот, когда завершаешь заказ, есть кнопка там. А почему там, что, ну, они всё, видно, понажимали. И я думаю, если бы там была бы кнопка, там, водитель, конченый, ушлёпок, говняный, там, чёрт нахуй, они бы это понажали, по-любому не постеснялись, хотя это не так. Ну вот, и чё, пацаны, и у него с этой суммы с 7, блядь, минус 2 косаря списалось. 2 с копейками, ну-го. И всё, пацаны, и вроде бы всё, ничего не как бы. Он и в парк писал, и туда, но вы же знаете, как правило, Яндекс всегда становится на сторону клиента. Ну вот и всё. Он, получается, что, он писал вчера парк, вчера в парку писал, эта ситуация вчера произошла. Рассказал всё как есть, а парк кому ответил, ну, парк, естественно, связался с Яндексом там, да, в своём чате. И парк кому ответил то, что клиент сказал, что грузчиков не было. Клиент заявил, что грузчиков вообще не было. Ну, он говорит, я, блядь, пишу, типа, ну как, блядь, не было, ёбаный, брод. А кто это грузил тогда, кто это делал? А на сегодня вот утром мы с ним списывались, он мне писал и говорит, что, получается, как он сказал, а, прилетела жалоба, что второй грузчик, что один из грузчиков был несовершеннолетний. Поэтому, что сказать, ну, дерьмо случается, главное, блядь, не расстраиваться в таких случаях, потому что, ну, а что делать? Что как бы унывать, что расстраиваться, да? И мы сталкивались с подобным дерьмом очень много раз. Ну, просто, видимо, как у нас было один раз, когда клиент тоже там хитрожопа был. Помнишь, короче, блядь, нужно было погрузить, они, видно, квартиру купили и освобождали эту квартиру под ремонт. И нужно было, получается, погрузить, ну, короче, старые, блядь, ну вот хлам, старые, понимаешь, тумбочки советские, блядь, шкаф этот платяной советский разобранный, много-много этого. И, получается, они не говорят, куда вывести, блядь, а заказ коротыш. И вот, сука, когда мы погрузили, это нужно было на помойку вывести, мы такие уже, прикинь, загрузили, блядь, заказ, это, за 0, а, нет, за безнал был. Заказ за безнал был, мы уже это все погрузили, и получается, блядь, ну, едем на точку, думаем, да че, куда он? А вот, на мусорку выкинуть, мы, ну, типа, блядь, и вот че уже сделаешь, понимаешь? Звони сейчас в поддержку, а что она, блядь, скажет, вези ему назад, он скажет, что она поднимает. Он, короче, берет, блядь, видит, что что-то не так, и нам сначала такой предлагают, ой, давайте, ребят, вы сейчас, когда приехали, а заказ был с кэфом, пацаны, 22, может, 200, ну, то есть, неплохой, нормальный кэф, а было это перед Новым годом, вот, на нашем районе, там. И, получается, он нам сразу же, а давайте, мужики, закроем заказ, и я вам просто от себя, там, типа, порублю, блядь, накину. Ну, мы ж видим, что пиздец, типа, ну, давайте, говорю, сейчас посмотрим, что по вещам, потом обсудим, а там вещей, видим, что там все, нахуй, ожидания и затратится, ну, час как минимум. Мы понимаем, что у Яндекса, когда с кэфом, там же оплачивается ожидание по-другому, мы понимаем, что нам выгоднее, блядь, просто с Яндексом по программе нам больше насчитает, чем он сейчас нам, типа, по тысяче как собакам кинет. Да, в итоге, нахуй, заказ закрывается на 8 косарей, а мы его 2 часа там выполняли, может, даже чуть меньше, вот, ну, грузили быстро, а на выгрузке к этой подъехали, я номера закрыл, потому что, ну, пацаны, уже, блядь, деваться некуда, ну, вот, что, нахуй, делаешь. Потом наплетет туда-сюда, ну, и вот, и, короче, потом он как-то что-то пожаловался, и, нахуй, нас тоже 2 тысячи еще отсюда сняло. Уже стало у нас не 8, а 6. А 6 было. Что мы тоже писали туда-сюда, поддержки, хуершки, мармешки, блядь, ничего никто не помог. Ну, все, схавали, и что, ну, хочешь, блядь, работать дальше, хочешь, не работай. Вот и все. И видео у нас было подтверждение, а что толку, ну, пацаны, а что толку? Вы же сами знаете, клиент всегда прав, ну, как-то так. А тут уже как бы сам смотришь, если клиент какой-то лошара там, ну, как, не лошара, и видишь, что клиент, блядь, проблемный, либо может быть с ним проблема, то лучше просто, ну, типа, отказываться от заказа, свои нервы не тратить, не потрачить за кашу и так далее. Ну, это, блядь, пацаны, опять же, вот, знаете, из разряд того, что хорошо махать кулаками после драки. А уже когда произошло, ну, понятно, если бы он знал, там, ну, блядь, может, он и думал, но как бы надеешься всегда на лучшее, вот. Поэтому, парни, к чему рассказываем, просто, ну, старайтесь быть бдительными, ну, это опять же опыт, мужики, это, блядь, просто опыт, понимаете, жизненный. И вот по истечению этого жизненного опыта, когда там хорошие люди, то, сё, ну, больше начинаешь разбираться в людях, больше видеть, больше понимать, нужно тебе вообще, это не нужно, или, может, без грузчиков лучше работать. Блядь, я ещё брату тогда говорил, мы ещё с братом, ну, такие, знаешь, между собой, как бы думаю, о, дружище, блядь, это только начинаешь ещё с грузчиками работать. И думаю, брат, говорю, ты, блядь, поработай ещё, ну, с нашей поработай, вот сколько мы, блядь, трудимся с теми с грузчиками, с погрузкой, разгрузкой, и сколько говна, пацаны, на нашем, как говорится, жизненном пути было, да. Мы просто, ну, многое тоже не рассказываем, потому что уже, понимаете, ребят, ну, блядь, это жизнь. Вон, вчера, вчера колесо, нахуй, проткнул, ну, и чё теперь, блядь, не работать, или там, с клиентом поругался, он нажаловался. На нас, блядь, знаете, сколько жалоб прилетает? Вот последнее время вообще не прилетает, в этом году как-то началось, ну, вот так, не прилетает, не знаю почему. Ну, да, мы и канал начали вести, не думаю, что это из-за этого понятное дело, блядь. А вот до нового года, когда были очень большие суммы, сука, на нас часто жаловались, что, типа, блядь, суммы очень большие. Мы ожидаем время, там, вот этого ожидания, затягиваем, там, и так далее. Ну, по разной причине. То количество брусчиков тоже, блядь, не соответствует, чтобы промокод выбить, либо ему цену скостили. И вот один единственный раз, один единственный раз, да, два рубля, блядь, сняло. И ничего мы, пацаны, не добили. С парком решали, то, сё, ну, как бы, а чё парк? Парк всё, что может от себя делает, ну, просто он, блядь, тоже говорит, блядь, это Яндекс, он, блядь, заебал. Ну, они вот реально так вот, переписка там такая была. Вообще творят, чё хотят. Но оно так и есть, мы сами, пацаны, это знаем. Вон, этот может заказывать, блядь, писать, если ты там, нахуй, не знаю, не повезёшь, мои там, двухметровые трубы, да, в сообщениях. Я тебе единицу поставлю. Так же и в бизнесе, блядь. Ну, и вот, понимаешь, ну, ну, как бы, ну, такие вот издержки профессии. Ну, это, как сказать, ребят, таких случаев немного, их единицы, но просто придаём это огласке, чтобы, ну, каждый, как бы, кто вообще работает, чтобы ещё, ну, а то, знаете, вот, когда всё заебись идёт, ты расслабляешься. А тут, ага, посмотришь видео, такой, блин, ну да. Ну, и просто немножко бдительный становишься, и если что-то, если что-то чувствуешь там у себя внутри, да, какая-то чуйка там, как говорится, есть, то лучше, вот, честно, пацаны, совет, лучше, нахуй, активность потерять, отказаться. Не ехать на заказ, чем потом поругаться, и, блядь, может дойти, ребята, до блокировки. У нас было такое, что на заказах даже, блядь, чуть до драки, нахуй, не доходило, когда мы приезжали, а там, это, производственные, блядь, холодильники пять штук, и ему говоришь, ну, как бы, что, не, не, мы такое не повезём, нахуй, а он, ну, давай, ты, да, отменяй, чтобы у меня деньги не списались, вот так, понимаешь, блядь, хотя ему нормально, вежливо объясняешь, нахуй. Ну, и, пацаны, и что делать теперь, не работать, ну, работать, блядь, ну, ситуации разные, просто, ну, как бы, честно, пацаны, блядь, ну, я ко всему готов, а потому, что эта жизнь, говно случается, это, понимаете, ребят, говно не случается только у того, кто, нахуй, нихуя не делает, вот, что я вам могу сказать, да, если ты, блядь, сидишь, или один день, неделю, или два работаешь, у тебя этого говна, говно это сводится к минимуму, а вот так, как мы, блядь, работаем, нон-стоп, да, там, блядь, один выходной в неделю. То есть по 7 дней в неделю, да, либо вообще нет выходного, конечно, у нас этого говна, у нас его больше может случиться, ну, потому что, блядь, мы больше заказов выполняем, а если, блядь, 3 заказа в неделю, или, там, 7 выполняешь, то, конечно, у тебя, вот это вот количество говна сводится к минимуму, ну, как-то так, мужики, вот, такие опять философские рассуждения, вы же знаете, что мы, ну, как говорится, можно, пацаны, подурачиться на камеру, можно побыть здравым, адекватным чуваком, если это нужно, Ну, мне, как бы, больше нравится смеяться, веселиться, развлекаться, вот, чем, ну, как-то, как вот это включать, блядь, серьезно, ебало, ебать, нахуй, я философ, блядь, да хуйня галимая, нахуй. 10. Ну, вот, может, и поэтому просто, ну, парни, а, он еще спрашивает, блядь, как работать, блин, брат, а как работать, ну, у нас тоже говно случается, просто, либо ты принимаешь, блядь, вот, условия игры, и просто понимаешь подсознанием, что, блядь, не всегда будет хорошо, иногда будут случаться вот такие вот казусные моменты, особенно Яндекс, особенно этот заказ, он рассказал, был по зелени, вот, по зелени, а что такое Яндекс, это же дно ебаное, ты же сам знаешь, ты же видишь цены, а что ждать, блядь, от клиента, от конченого, который заказывает по низу рынка, и даже не здесь и сейчас это ублюдище, блядь, заказывает, а в течение часа, нахуй, чтобы, сука, сэкономить, блядь, ну, что просто, что ты от них ждешь, что, чтобы морального понимания, блядь, чаевых ты ждешь от них, все зависит от клиента, парни, но если ты, как бы, здесь выходишь в это Яндекс, или подписываешься под какие-нибудь говеные условия, под такую какую-нибудь цену, блядь, конченую, и, знаете, где-то, такой, блядь, у себя там в облаках витаешь и ждешь, что тебе x2 заплатят, но, брат, такого не бывает, если ты работаешь, ну, в чип-сегменте, то есть в дешевом сегменте, конечно, ну, ты будешь сталкиваться с дерьмом, там, где есть бабки, блядь, вон, там можно и клиента, вы сами видите, можно ему, ну, блядь, 2 рубля спокойно накручивать, нахуй, помимо даже этого, он тебе заплатит, еще и рад будет, и чаем попоет, А если ты в чип-сегменте, он, наоборот, о, ожидание, блядь, я настолько не рассчитывал, хотя там, сука, возросло там на 500, буквально на 1000 рублей, блядь, а ты ему, ебать, полмашины сделал, и такую перевозку она только не стоит, и просто ему так хочется, вот, блядь, прям харкнуть, нахуй, въебало, блядь, сказать, сука, уебище, ебаная, нахуй, тебя и так за бесплатно вывезли, блядь, говна ты кусок, нахуй, ну, вот и все, пацаны, Здесь, что можно посоветовать, я же говорю, парни, либо ты работаешь, либо не работаешь, все, здесь вообще похуй всем, и вообще на тебя всем до пизды, блядь, все, ну, как бы, все, до свидания Хотите работать в доставке и ищите надежного партнера? Подключайтесь в Эксперт Парк В 2024 году Эксперт Парк получил награду как крупнейший партнер рендер доставки за последние три года А это значит, что вы можете быть уверены в надежности, легальности и безопасности сотрудничества с данным парком Комиссия парка всего лишь 50 рублей в сутки Автоматические выплаты без комиссии на карты любых банков Ну и также круглосуточная поддержка и сопровождение на каждом этапе работы по необходимости Вы можете сотрудничать с парком как физическое лицо, но если хотите снизить риски Подключайтесь к парковым самозанятым курьерам к уникальной программе Эксперт Парк 2.0 с комиссией всего лишь 40 рублей в сутки Ну а если вам уже исполнился 21 год и ваш водительский стаж более 3 лет, вы можете работать в такси через парк Подключайтесь по ссылке в описании, работайте легально и зарабатывайте вместе с Эксперт Парком Были мы мужики тут уже два раза по Яндексу Мы везде были, мы приехали клиенту Алло, здравствуйте, доброе утро, Александр Мы на месте, все заехали на территорию Мужики, все, созвонил с клиентом, говорю ему, все, мы на месте Он такой, ну что ж, хорошо, ждем грузчиков Я такой ему, так а грузчики уже здесь? Я говорю, я сам как грузчик И Дмитрий грузчик Вот, то есть самые лучшие грузчики готовы ебашить От зари до зари, не покладай рук Димка добавит Сейчас говорит, выйду и все, пойдем ебенить 50 коробок А как будем ебенить? Вот я видел, как придумал, не покладай рук от зари до зари Посмотрим, парни, как будем ебенить Сильно, мощно или на лайте? Сейчас посмотрим, сейчас увидим Нет, Димке не идет пока катка Ну ничего, разогреется пойдет Грузимся, парни, потихонечку носим в лифт Показал, что какие-то принтера Какие-то принтера внутри Сказали, будет 30 штук Около 30 Даже они 50 заявленных Поэтому заказ самый лучший Оплата самая лучшая И самый дорогой на свете Все, как мы любим, все, как мы обожаем И резина у нас лысые И резина у нас лысые, слики Все, всем пока Тогда докатаю, вообще слики тебе передам Все, всем пока Закрузились мужики, около 30 коробок Действительно Краснопрудный бульвар Едем 20 минут до туда Показывать навигатор 6 километров Очень хороший заказ, очень мощный И по времени у нас всего лишь 10-12 Да, то есть мы даже полчаса не грузили А потому что летаем как вертолет А потому что наебываем клиентов И опять наебем клиента сегодня Опять Поскольку здесь не цена Яндекса Клиента не своего, а с группы наебем теперь Поскольку здесь не цена Яндекса, парни То, соответственно, это не цена грузоперевоза Это уже, блядь, пиздец Яндекс должен устанавливать Это уже очень большие верха Которых цен таких не существует нигде Кроме того, как у нас Да, Яндекс должен устанавливать цены для грузоперевоза И все, и поехали Недоброжелатели знают, что если пердак загорелся, его не затушить Так, ну что, мужики, на часах у нас 10.56, короче говоря, 11 часов Находимся в зоне коэффициента, в центре Москвы мы уже выгрузили Здесь тоже было все адекватно, все четко, все быстро Что, на заказ затратили один час, один час времени И заказ был выполнен, как я вам утром и говорил Что где-то сейчас будет затрачен и будет все четко 7000 рублей он вышел, опошелся Вышли на линию, будем ожидать коэффициента Смотрите, находимся в зоне коэффициента, поэтому вполне возможно, что что-нибудь удастся сейчас поймать Что-нибудь удастся найти Ну а что будет, будем рассказывать дальше Ну что, мужики, коэффчик, коэффчик, коэффа нет Фиолетовые зоны не работают Не обклеены возят с коэффом Вердаки горят, все стабильно Коэффициент был 1620, два грузчика большой кузов Подаем машину на сельскохозяйственную улицу Вот, оплата единственная наличными, но ничего страшного Вы позвонили, нас ждут, все пиздато, все охуенно Везем все это дело в СНТ, вон возле аэропорта Шереметьево Такой вот заказ СНТ Искра 44, владение 2 Короче, к перевозке будет поедет с нами какие-то разобранные кровати, матрасы и железные основания Вроде 8 или 6 штук, он сказал Кровати разобранных Везем из гостиницы Посмотрим на деле, как это будет Поэтому поехали Ну что мужики, потихонечку вытаскиваем из гостиницы, из общежития разобранные кровати Такой, как хостел Ничего тут такого сверхъестественного Там у нас четвертый этаж, есть пассажирский липт Четвертый этаж И, судя по всему, очень многие вещи залезут Вещей нужно будет много, платное ожидание будет большое Поэтому кто-то будет опять плакать Кто-то будет опять расстраиваться, а кто-то будет радоваться Пердаки будут гореть сильно Ярким пламенем Слышите, мужики, что говорю? Пердаки, говорю, будут гореть сильно ярким пламенем В принципе, ничего нового У очень многих завистников, но тут ничего нового абсолютно Просто ничего И если получится, у меня, получается, хочу проездить на вот этой зимней резине Все лето И потом просто на хорошую зимнюю резину заменить Но если не получится Если придется, у меня есть хорошая летняя резина Я тогда подарю Одному из хейтеров вот эту лысую сликовую резину Пойдемте, покажу вам, о какой резине идет речь под крестом Вот она, парни Вот она Сами видите Слики просто Ну и все Поехали А то там вон еще приехали Еще, мужики, как вам показать? Вот таким вот путем работаем Блин, уже лифт приезжает Тут никого нету Лифт у нас вот такой вот пассажирский Занесли еще и эту партию в машину, парни Остается у нас 40 Около 40 минут, короче, 40 стопейками Уже поговорили с клиентом Подготовили его К тому, что он будет наебан К тому, что он будет доплачивать Потому что времени платного ожидания не так много Но вещей тут достаточно дохуя Поэтому, скорее всего, не уложимся Количество в машине, мужики, пополняется Ну и время тоже пополняется Время тоже подходит к концу Что, мужики, потихонечку продолжаем работать У нас уже опоздание Время платного ожидания вышло Ну еще около часа грузили На часах сейчас без 22 Из 52 Поэтому все Погнали Впоследствии, короче, мужики, удалось договориться на 3000 в час Как и обычно работаем Поэтому догружаемся Догружаемся Поставились на кнопку поехали То, что типа все Ну там уже опоздание было в приложении Поэтому догружаемся Сейчас, может, следующий ход Или уже в конце Покажу вам, сколько там машин и всего Чтоб вообще понимали хоть примерно Еще, парни, загрузились мы полностью Получается Выезжаем, едем В СНТ Иск А это около Химок Вот этот вот район Химки долгопрудные Вот там вот около аэропорта Шереметьево Находится вон Лобня Неподалеку Как вы сами можете видеть Поедем Посниму Количество уже там Короче, когда приедем Потому что здесь уже клиенты вышли Целая машина Помогали Целая машина И доп. час еще грузили Дополнительный час еще грузили Минут 45-50 Да, где-то И еще 3000 возьмем сверху Вот Ну предварительную сумму не покажу Потому что оплата наличными Ехать туда 32 километра Да хуя будет Хорошо там будет Здесь нахуй полтора часа Полностью полтора часа, блять И там еще неизвестно как И неизвестно что будет Я аж устал, мужики Если вам вот так вот Честно сказать Да, последние уже вещи вообще чуть-чуть не слить Сейчас похаваем, что сало с собой А вон, смотрите парни, какая Раритет Сейчас похаваем Сало с собой взял Пару конфет Ну и вроде уже будет по веселее Ну и все, поехали Такое вот количество, мужики Целая машина Будем поднимать сейчас на третий этаж Вещей остается не так много, мужики Ну и честно сказать Сил уже остается тоже не так много Чего поднимаем Уже больше полчаса Больше чем полчаса Минут сорок, наверное Посмотрим, что будет в конце Такое вот количество, мужики В общей сложности Доски Матерасы Металлические Стулья Тут чуть-чуть Вот это Ну и там еще металлические Останутся в машине Не так много Может позиций Двенадцать Двенадцать Это десять Так, плюс-минус И полчаса ожидания платного Поднимаем на третий этаж Все это дело Ну что, закрыли мы заказик, парни Адекватно и не очень Закрылся он Тринадцать сто восемьдесят семь Чистыми вышел Девять шестьсот Минус три четыреста Комиссии По пробегу показывает Тридцать три километра Где-то так и было Взяли его в двенадцать десять А закончили, получается, в пять часов Ну, сейчас у нас пять двадцать пять Смотри, смотри Пять часов было затрачено Ну, давай сейчас Давай, показывай котлету Ну что, мужики, пердаки горят Пердаки пылают Если Citroen Jumper Мой брат Александр И ваш самый Ну и черт галимый Александр Брат Дмитрий И черт галимый Александр вышел Раз Короче, парни взяли шестнадцать тысяч Три Шестнадцать Двести Шестнадцать восемь Семь Тринадцать восемь Семь было И три часа За тот доп.час Который поняли Мы грузили Так что все Ну, чтоб без наебала Вы сами знаете А это что ты хотел показать? Нам-то и наебывать у вас и нечего С 25 июля В Москве В два раза вырастут все баллы приоритета За высокий рейтинг Брендинг И другие действия Это техническое изменение Баллы Увеличатся у всех Курьеров и Водителей Грузового в Москве Это не А, это не Не повлияет на распределение заказов Как самое главное внизу, бля, читайте Это не повлияет Поэтому это не повлияет На распределение заказов, блядь Приятных поездок, нахуй Вот так ставим сразу же Че получается? Если Пять баллов приоритета То будет десять Будет целых десять Будет мощный аккаунт Самый лучший аккаунт Ну че, мужики Вот такой вот день В конце концов В общей сложности Получилось Девятнадцать копейками Копейки Считать не будем Девятнадцать тысяч рублей Вышло с двух заказов Начали мы работать В девять утра И сейчас На часах Восемнадцать Тридцать один Это получается А, в семь часов Будет десять часов В семь часов Будет десять часов Ну понятно Что чуть-чуть Пораньше Мы прием Домой Короче Пустая будет Десять часов На линии По пробегу Примерно Сто двадцать По пробегу Пацаны Примерно Сто двадцать Но По традиции Вы же знаете Это не наша Хуйня Сто пятьдесят На хуй Кругляем Больше На нахуй Смертушки Хейтер Да ладно Шучу Пацаны Вот По топливу Что пацаны Примерно Шестьсот восемьдесят Ой блядь Я ж так не умею считать Что-то вообще Или семьсот десять На самом деле По классике Ебану Всегда побольше Да я ж так не умею Точно считать Что-то я попутал Первый заказ Семенович Мы его взяли С группы Вы сами все видели При просмотре Данного Самого Сука Лучшего Ролика На хуй На всем белом свете Потом С этого Девять Что-то там Или шестьсот Шестьсот С девяносто Там что-то Семьсот Короче Шестьсот Девять шестьсот И плюс три Ну вы поняли Итого Девятнадцать Шестьсот Но пацаны Поскольку Поскольку Это не двадцать Поэтому Угруппляем Меньше Девятнадцать Вот Десять часов На линии Еще есть А Ну что пацаны Хочешь так же В эксперт парк Подключайся Эксперт парк За тебя будет Мазу тянуть Если ты нормальный Пацан Если ты адекватный Парень Блядь Понимает шутки То тоже будешь Возить за конскепом Но это не точно Но блядь Пробовать надо Братец Потому что Ну как иначе Ебан Также пацаны Что еще Из новенького Никита Сергеевич Просил за него Словечко Заполнить Но это Получается Он только говорит Блядь Саня Ну без этого Без обсиралого Как бы замолвив За меня словечко Не продаются Говорит эти Вонючки блядь Сувениры Сувениры полезные Всем не продаются Ну вы знаете Я же блядь не могу Я же в своем стиле Только могу Поэтому Покупайте На озоне У сувенирыча Никиты Сергеевича Самозанятого Сувениры Как он говорил Покупайте По три штуки Потому что Это вещи Полезные всем Все ребят Шутки шутками А так вам Всем хорошего Просто Пацаны дня Главное здоровья Здоровья вашей семье Ну и все Как обычно На связи А мы поехали Отдыхать Постольку Поскольку Чтобы раздавать Эти вертушки В голову Бестолковым Блядь Бакланом Нужно парни Хорошо отдыхать Поймите правильно Все Мужики Спасибо вам До свидания Спасибо вам